Добрый вечер! В эфире Новоуральской обещательной кампании «Время новостей». Сегодня среда, 6 июня. Студия Альбина Бабкова. И вот о чем мы расскажем в ближайшие 20 минут. Шквалистый ветер и ливень. Такими предупреждениями от спасателей уральцев уже не удивишь. В нашем городе из-за разгула стихии падали деревья и дорожные знаки. Русские для всех. Сегодня выпускники школ писали единый государственный экзамен по русскому языку. Задай вопрос главе. Благодаря новым проектам Новоуральцы имеют возможность обращаться к руководству города в любое время. Сегодня 11-классники писали единый государственный экзамен по русскому языку. Это обязательный экзамен. Его сдают абсолютно все выпускники без исключения. Съемочная группа Новоуральской обещательной кампании побывала сегодня в одном из пунктов проведения ЕГЭ, расположенного в 40-й школе. Как новоуральские 11-классники провели последний час перед экзаменом по русскому, узнаем далее. Без ЕГЭ по русскому языку не примут ни в один ВОЗ. Издавать русский в день рождения Пушкина – это символично. Южный район Новоуральска. Пункт проведения ЕГЭ 5702. Семь аудиторий ждут 101 экзаменуемого. Из сельских школ 56-го лицея и 57-й школы. 9 утра. Никто ничего уже не повторяет и учебники не штудируют. Делать это надо было раньше, все 11 лет. Сейчас уже бесполезно. На площадке перед 40-й школой оживление и смех. Тарасковцы Артем и Андрей. Гельмазеддиновы – близнецы. По русскому одинаковые знания. Да, русские, да. Хорошие знания и слабости нет в знаниях у нас по-русскому. С учителем повезло. Кто учитель? Учитель Елена Геннадьевна Мартианова. Готовимся, есть вопросы спросил, допустим, если он знает. И друг друга проверяли так. Настроение летнее, сегодня отличная погода, это отличный знак. У нас была хорошая подготовка в школе и также дополнительная с репетиторами, поэтому я напишу достойно. У меня есть красная ниточка, у меня есть монетка счастливая с собой. Я прямо не знаю. У нас еще учительница в кабинете висит звоночек, который все должны потереть. Но удача. Настрой боевой, не боюсь. Чего, целый год готовились, 11 лет, родной язык. Грех не сдать. Ну, если честно, я думаю, что я хорошо готова. А то, что не знаю, навдать ли попадется, потому что все есть школьные программы. И все задания должны быть относительно легкими. Нарушений нет и быть не может со стороны ребят, конечно же, потому что все прошли инструктажи, они знают, как себя вести, знают, как в аудиторию входить и, конечно же, проходят все вот эти вот этапы. Дети ведут себя так, как будто бы это совершенно привычный учебный день. Все идет в штатном режиме, в очень комфортной и доброжелательной обстановке. Все чувствуют себя спокойно. Хочется пожелать всем детям удачно сдать все выпускные экзамены и поступить туда, куда они мечтали. Чем ближе к экзамену, тем больше экзаменуемым не до смеха. Раньше, когда экзамены сдавали по билетам в родных школах своим же учителям, экзаменационная пора была праздником. Школы шли с цветами. Сейчас экзамены, испытания сдаются под бдительным оком в видеокамер. Правила очень строгие, ответственность коллективная и персональная, каждый знает за списывание, выгонит всех. У многих экзаменуемых сегодня с собой лекарства. Жизнь есть жизнь, стрессы, нелетняя погода на Урале – все это отражается на здоровье. Очень сложный вопрос, потому что чувства недомогания бывают разные. Бывают легкие недомогания, а дети все ощущают это легкое недомогание, потому что они волнуются. Ориентироваться на общее состояние, если температура поднялась, если давление высокое, то, конечно же, обращаться только в поликлинику. Для того, чтобы получить справку, потому что основанием для переноса экзамена на резервный день является официальный документ. Это медицинская справка. Вообще все, конечно же, решается, все проблемы можно решить, если правильно оформить документы. По правилам, срок оглашения результатов единого государственного экзамена по русскому языку не должен превышать 12 дней после проведения. Ольга Бертье, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Так совпало, что выпускники пишут экзамен по русскому, а во всей стране именно сегодня, 6 июня, отмечается Пушкинский день. В этот день родился в 1788 году великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин. Его называют основоположником русского литературного языка. Произведения Александра Сергеевича Пушкина переведены на все языки мира. Пушкиноведение – это одна из фундаментальных отраслей русской литературной науки. Тома Пушкина есть практически в каждой российской семье. Синоптики в очередной раз предупредили о разгуле стихии на Урале. Вчера вечером 5 июня в Уральске пронесся сильный ветер, прошел дождь. Разгул стихии принес некоторые повреждения. Люди, оказавшиеся в этот момент на улице, старались укрыться в магазинах и других зданиях, только чтобы не оставаться под открытым небом. А многие снимали происходящее на свои телефоны. Анна Акрамова с подробностями. Сильный ветер, ливень и град. В этом году подобными предупреждениями от МЧС в Свердловской области никого не удивишь. Бесна и начавшееся лето по-настоящему уральские. Никакой стабильности. Дмитрий Васильев, как и многие новоуральцы, стал очевидцем вчерашнего разгула стихии. Достал телефон и заснял из окна квартиры все происходящее на камеру мобильного. Это Южный район. Дорога напротив дома 15 по улице Корнилова. Буквально за несколько секунд до автомобиля падает дерево. Буквально попало мне случайно в кадр падающее дерево. И буквально чуть-чуть, не на маленькую машинку, которая реально чуть ее не прикрыла. Дальше начал снимать. Дальше все гораздо серьезнее стало. Перешел на другую сторону, посмотрел, что там тоже все ужасно. Я думаю, что, наверное, у нас не 6 июня, даже вчера было не 5, а 130 какой-то февраля. Я думаю, что все-таки кто-то над нами может жалиться и сделать нам тепло, как это сегодня. Деревья падали в разных районах Новоуральска. Горожане выкладывали фото и видео в социальных сетях. Кроме того, кое-где ветер снес и дорожные знаки. Городские службы устраняют последствия разгула стихии. Все эти факты мы фиксируем. Сейчас дорожно-коммунальная служба и другие подрядные организации выполняют работы по приведению и наведению порядка. Просьба и обращение к горожанам запомнить записать телефон 25902. Это непосредственно телефон специалиста управления городского хозяйства. Для того, чтобы сообщать о каких-то фактах, может быть, где-то там на прилегающих территориях еще где-то есть участки, на которые необходимо обратить внимание, спилить какие-то деревья и так далее. Поэтому еще раз повторяю, 25902 звоните, реагируйте. Мы обязательно примем меры в кратчайшие сроки. По словам новоуральских энергетиков, шквалистый ветер повредил лишь небольшой участок линии электропередач, что вызвало временное отключение света в трех домах по улице Маяковского. Оперативная бригада устранила неполадки в течение получаса. В случае экстренных предупреждений спасатели просят жителей не выходить из дома без особой необходимости, а машины оставлять в гараже или накрытой парковке. Если вам потребуется помощь или вы стали очевидцами происшествия, спасатели просят оперативно сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС по телефону 101. Напомню, что предыдущая стихия сильно бушевала в Свердловской области 20 мая. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Иван Вахмяков. Новоуральская обещательная компания. 7 июня пройдет прямая линия с президентом России. Глава государства Владимир Путин ответит на вопросы россиян, которых поступило уже почти миллион. Вопросы продолжит принимать и во время эфира программы «Разговор с президентом». Она выйдет в прямой эфир 12 часов по московскому времени на федеральных каналах. Владимир Путин стал первым лидером России, который готов отвечать на иной раз неудобные вопросы рядовых россиян. У новоуральцев также есть возможность обратиться к президенту. А вот задать свой вопрос главе новоуральского округа горожане могут не раз в год, а в любое время. На это направлены проекты, которые успешно реализуются в нашем городе. Проект «Старшее поколение» начал работать в нашем городе несколько лет назад и зарекомендовал себя как площадка диалога с властью. Глава Новоуральска, первые лица администрации встречаются с представителями ветеранских организаций и отвечают на их вопросы. Нередко от активных жителей города поступают не только вопросы на злобу дня, но и предложения по улучшению жизни в Новоуральске. Практический пример подобного сотрудничества – проект «Народный бюджет». За несколько лет были проведены десятки встреч, участие в них приняли сотни людей. Активно глава Новоуральска Александр Баранов привлекает представителей разных групп городского сообщества в объездах по капитальному строительству. Совсем недавно на площадке, где идет возведение новых объектов социальной и спортивной инфраструктуры города, были приглашены новоуральские блогеры. Люди, которые пишут в виртуальном мире, интернете, познакомились с реальными делами, с реальными проектами, реализующимися в нашем городе. На объезд главой ездят и депутаты городской думы. На прошлой неделе с новыми объектами строительства в Новоуральске познакомился и депутат Государственной думы Зелимхан Муцоев. Частые гости на стройке и члены общественной палаты. Мне вообще очень нравится, что Александр Борисович взял на такой жесткий контроль все объекты строительства. То есть вот он каждые две недели ездит и дается информация в СМИ. Мы вот знаем, что происходит, но сегодня мы вообще наяву увидели все, что происходит. Проект «Открытый муниципалитет», участники трудовых коллективов города, сотрудники филиала МИФИ и коммунальных предприятий, школ, детских садов и учреждений культуры. У всех, кто приходил на встречи, была возможность задать вопросы и услышать ответы, что называется из первых уст. Проект пошел дальше. Уже сейчас на портале НГО-44 есть раздел «Задай вопрос» главе. Первые вопросы от горожан уже приняты и на них даны квалифицированные ответы. Когда будут туры в Новоуральске и чем обосновано появление новой разметки на городских улицах? Вопросы по теме медицины и ЖКХ. Есть и реальные предложения. Это прямой диалог с городской властью. Сайт есть, на котором есть желание общаться с народом, поэтому думаю, наверное, можно. Было бы желание. Идут на контакт, устраивают встречи, выступают, мне кажется, по волнующим вопросам. Новоуральская власть готова к диалогу. Да. Откуда получаешь информацию о деятельности администрации? Во-первых, вижу, во-вторых, телеканалы, в-третьих, ну все, интернет. По радио, по телевидению, местное. Иногда смотрю наше городское телевидение, из интернета узнаю что-то. Средства массовой информации, местное телевидение, очень много об этом говорится, показывается. Даже очень интересно. Всегда следим за новостями города. Каждый из нас должен сделать свой, пусть маленький, но конкретный шаг на пути, чтобы город стал чище, лучше. Мы вместе с вами участвуем в том, чтобы Новоуральск процветал и хорошел. Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. Супер-эффект. Около 200 новоуральских старшеклассников и студентов в течение трех месяцев обучались в школе бизнеса Новоуральска. Цель проекта – научиться управлять своей жизнью и карьерой самостоятельно. В предпринимательскую среду участники образовательной программы погружались с помощью мастер-классов, тренингов, экскурсий на различные предприятия нашего округа и Свердловской области. Также своим опытом делились успешные предприниматели. А затем в детской библиотеке организаторы и юные бизнесмены подвели итоги своей работы. Мария Антонова продолжит тему. Пятый год подряд школа бизнеса объединяет молодых активных инициативных новоуральцев. Для школьников и студентов это прекрасная возможность бесплатно пройти интенсивный курс молодого предпринимателя. Это полное преображение, это совершенно другое бизнес мышление, это высокий уровень мотивации на то, чтобы в жизни достигать совершенно иных других результатов жизни в бизнесе, в карьере. Мы дали возможность нашим молодым людям самоопределиться в жизни. Это очень важно. И наша площадка, она сыграла роль еще и профориентации, в том числе, кем быть и что делать. Это очень важный ключевой вопрос в жизни каждого человека. Проект курирует муниципальные и региональные фонды поддержки предпринимательства. Итоговые бизнес-планы, разработанные в процессе занятий, ребята защитили перед комиссией профессионалов. Под председательством главы Новоуральского городского округа Александра Баранова. Среди идей тренажерный зал, спортивный клуб, детский сад, центр по уходу за пожилыми людьми, чайный клуб, мини-пекарня, изготовление и продажа жареного мороженого, кота, кафе и смузи, бар. У меня такая летняя идея была для всесезонного спроса – открыть смузи-бар в том же парке аттракционов, так как для детям нужны же витамины, в том же торговом центре «Комсомолец», «Империал». Спокойно сделать, чтобы и проходимость хорошая, и люди видят, что это красиво, вкусно, и что это дает им здоровье, можно так сказать, и улыбки в хамурый день. Многие идеи совсем скоро смогут воплотиться в жизнь, и ребята откроют свое дело. В любом случае, школа бизнеса – это эффективная программа личностного роста. Уже не первый мой сезон школы бизнеса, в которой я участвую, но так как это пятый юбилейный, я его, собственно, пропустить не мог. Очень удивил состав менторов, который в этот раз был. Правда, это было необычно видеть людей и тех предпринимателей, которых вы сюда позвали. Но те знания, которые они нам дали, они были колоссальны, они были новые, это было все очень интересно. Отметим, что в битве проектов победил Ярослав Муравский. Увлеченный здоровым образом жизни, он мечтает открыть свой спортивный зал. Азами и тонкостями ведения своего бизнеса с ребятами поделились предприниматели. И на итоговом мероприятии в стенах детской библиотеки от организаторов и участников преподаватели под дружные аплодисменты получили благодарственные письма. Познакомил их с способами и направлениями рекламы. То есть, по большому счету, любой бизнес невозможен без рекламы. И мне было очень приятно увидеть то, что вызывает особый интерес, какой-то определенный интерес вызвал тема моих бесед с ними. Новоуральская вещательная компания освещала работу школы юных предпринимателей и наградила несколько участников за оригинальность и смелость идеи билетами в киноцентр «НЕЕВА». В сфере малого и среднего бизнеса в Новоуральском городском округе работает около трех тысяч предпринимателей. Для Новоуральска это стало, можно сказать, градообразующим предприятием. Школа бизнеса помогает найти новые таланты, вовлечь в эту сферу молодых и инициативных людей. Мария Антонова, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания. Сегодня в одном из дошкольных учреждений города было особенно многолюдно. Дело в том, что в детском саду 51 утром был день открытых дверей для жителей привокзального района. Чем удивляли педагоги гостей, расскажет Наталья Ребрищева. Детский сад номер 51 находится по адресу Чурина, 14, дробь 1. Садик расположен, можно сказать, в некоторой отдаленности от большого скопления домов в привокзальном районе. Поэтому зачастую встает и демографический вопрос. Сложно набрать малышей в группы раннего развития. А педагогам есть чем гордиться и что предложить родителям для всестороннего развития малышей. Современный детский сад, реализующий широкий спектр услуг. Мы создали все условия для того, чтобы ребята могли прожить счастливо дошкольный период детства. А какие есть услуги, что интересного именно вашим садикам? В нашем детском саду в современном есть и бассейн, и физическое развитие. У нас есть дополнительные образования. Это и футбол, и музыкально-ритмическое занятие, и задеятельность. Вы знаете, по мнению учителей близлежащих школ, наши ребята активны, социально адаптированы, очень творческие, очень коммуникабельны. И в принципе мы всегда слышим только замечательные отзывы. Главные гости мероприятия – малыши, которым едва исполнилось полтора и два года. Они с удовольствием подружились с новыми друзьями, воспитанниками детского сада и с педагогами. Мама Аня уверена, что ее ребенок будет ходить в детский сад номер 51 с удовольствием, как и она сама когда-то в детстве ходила именно сюда. Привела сюда своего первого ребенка. Вот. Честного. Я папа Богданова Василия, которого мы планируем отдать в этот садик. Как вам детский сад? Ну, нам садик очень нравится. Во-первых, почему? Потому что он очень близко находится от нашего дома. Нам приятно было познакомиться с воспитателями, с заведующей, очень приятные женщины. Внушают доверие. Заинтересовало то, что этот садик находится у нас во дворе. Конечно же, очень удобно, просто грех сюда не пойти. Конечно же, прямо всеми руками только сюда. Детство – самая прекрасная пора, и от того, каким будет первая ступень в образовании, зависит дальнейшее успешное обучение ребят. В Новоуральске создана сильная система образования, и каждый детский сад уникален по-своему. Убедиться в этом лично может каждый родитель, посетив такие необычные мероприятия, как день открытых дверей в дошкольном учреждении. Наталья Ребрищева, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Детский сад, детский сад, это домик для ребят, это домик для души, здесь играют малыши. Завтра в 19.30 смотрите в нашем эфире программу «Депутатский взгляд». Обращаем ваше внимание на то, что Новоуральская вещательная компания возвращается на традиционное время вещания. Сетевой партнер НВК телеканал УТВ в связи со сменой сетки предоставил новое время для эфира. Теперь новости на канале УТВ каждый день в любимое для горожан время в 20.00. Тематические программы НВК в 19.30. Утренние и дневные повторы в прежнее время с 7 до 8 часов утра и с 12.30 до 13.30. А на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова